Особое мнение на 101FM Это филейка, да? Очистка была и даже в том числе второстепенные улицы Такие как Крупска, Черношевского и так далее И частный сектор Но, к сожалению, есть два фактора Первый фактор это вот на дорогах с твердым покрытием Это проблема с припаркованными автомобилями Если даже проехаться по улице Дзержинска Видно, где машины стояли И вот этот вот, так называемые, карманы Где люди потом уехали и, естественно, снег остался Или выползление оттуда Они как бы существуют С этим что делать? Мы обсуждали это в том числе на комиссии К сожалению, это компетенции Значит, не города А, значит, субъекта То есть это региона С точки зрения создания, значит, собственной компании Чтобы она могла там убирать автомобили А у нас же что-то вроде бы предпринималось И даже контракт, по-моему, заключен на перемещение По факту мы видим, что этого нет Вот если даже взять улицу Дзержинского Дзержинского там, то, безусловно Подснежники, которые там стоят Ну, там даже две задачи Там есть фуры, которые сложно, наверное, Переместить невозможно Да Но есть в том числе небольшие автомобили Которые просто завалены снегом И когда мы этот вопрос поднимали Сказали, что, безусловно, Ездит спецмашина, которая фиксирует нарушения Потому что там стоят знаки Остановка запрещена в ночное время Парковка запрещена в ночное время Но, тем не менее, эти машины Знаки нечитабельны, потому что они все под снегом И то же самое касается всех остальных улиц Там, вот я говорю, я сегодня прошелся по улице Чернышевская, опять же, проблема есть Где машины стояли И ширины улицы недостаточно Как бы, безусловно Если говорить про частный сектор То в период Аврала И мы тут тоже проговаривали Там на последней комиссии по ЖКХ О том, что ситуация следующая Там, когда проходят вот такие снегопады То дорога чистится в одну машину И, безусловно, не разъехаться Значит, нас уверили, что проблема временная И, там, следующим этапом Как только авральная система заканчивается Это все-таки же очистка дороги До тех необходимых Параметров, да? Параметров, чтобы можно было разъехаться Посмотрим, потому что было обещание Сделать это к 15-му числа Но с учетом снегопада Я предпо... Ну, вот мне уже написали там С деревни Сергеева О том, что проблема осталась Снова в одну машину Как бы, и снова люди жалуются В том числе в злой кировчанин Вот, посмотрим, как в течение вот этих День-два проблема решится То есть, такая... Доберется ли до вас техника? Что называется? Проблема есть И в том числе не только на Филейке Это и в других, мне кажется Районах, которые достаточно удалены Там то же самое сегодня Я посмотрел, что центральные улицы Да, все здорово Тротуары даже достаточно активно почищены Вот, у нас, опять же, не везде добрались То есть, проблема состоит в том Что техники, на мой взгляд, не хватает И мы как раз обсуждали ситуацию в том, в том числе Там, если говорить про тротуары Да и про улицы в том числе Ведь жители, например, что говорят? Там, они говорят Машина проехала по соседней улице Ну, я сейчас говорю про частный сектор В том числе На нашу не заехала Или там, не доехала до нашего дома И, в принципе, я уверен Что проблема состоит в том Что в нашем городе Кирове Не существует Ну, то есть, большинство улиц Я бы сказал, подавляющее большинство улиц Возможно, какой-то частный случай есть Они не внесены в кадарскую карту То есть, по сути дела Каких-то четких границ Муниципальных улиц, тротуаров Их как бы не существует То есть, существует там Описательная характеристика Вот, но если взять Ну, как пример, улицы Черношевского Там, где муниципальные тротуары А где начинается уже придомая территория И таких улиц очень много Да, их вот, к сожалению Такой полной картины нет Так, подождите Вы про что сейчас говорите? Про то, что городские власти И управляющие компании Не могут поделить Чей участок убирать? Нет, нет, я сейчас говорю про город То есть, проблема состоит в том Что сейчас Ну, опять же, на примере Той же города Перми В Перми существуют Значит, все участки В том числе, там, линейная Там, в виде улиц, тротуаров Коммуникации Они все оцифрованы И там, они все существуют В электронном виде Не просто в виде каких-то изображений А четких границ И там проблема решается Чей участок очень просто Там, не надо выезжать на место Нужно просто посмотреть Сказать, да, это граница Это ответственность Управляющей компании Это ответственность города В нашем случае Хочу сказать, что Эта ситуация достаточно размыта Потому что, на мой взгляд Это мое мнение Что, там, в ряде случаев Город не владеет достоверной информацией Какие участки Все-таки же их к ним относятся Ну, как пример У меня по наказам Сделаны два Два тротуара В муниципальных, естественно, землях Потому что по-другому нельзя Вот И эти оба тротуара В этом году Чистятся только после Многочисленных обращений Причем Они же не сделаны По всей улице То есть это маленькие кусочки Которых не хватало То есть Старые участки тротуара Чистятся До сего доходит трактор И уезжает Потому что Раньше его здесь не было Это не мое Это не мое И там вопросов очень много Там, на самом деле Если поговорить со специалистами То проблема очистки Она решалась бы проще Если были бы те же маршруты Как, например, должны быть у Куприта Потому что сейчас Когда я нам пишу Даже, например, что Убирается улица Там, например, Дзержинского То есть это Ну, здоровый достаточно Участок Вот Но Наверное, иногда С точки зрения логистики Проще Там работать Кварталами Там Такими достаточно большими И тогда логистика Вот проще И уборка будет проще Потому что Там На мой взгляд Проблема лежит В том числе здесь Не говоря уже о том Что хватает ли техники Нашему генподрядчику Людей И так далее На мой взгляд, не хватает Вот Потому что Все-таки же Если говорить Про то, что мы видим Там И опять же Там Когда Там улица Сначала Очищается Если говорить про частный сектор В одну машину А потом во вторую Ну это нонсенс Жители Не должны от этого страдать Поэтому я считаю Что здесь все-таки же Есть К чему идти Но Что касается Например Придомовых территорий Там В отличие от города То есть Если городом Повторюсь Там Горожане управляют слабо Потому что Того же главу администрации Мы Не выбираем Назначаем То Что касается Придомовых территорий То есть Здесь кардинальная ситуация Есть дворы Которые Чистились И чистятся И проблем Достаточно Нет Я сейчас говорю И про крыши И про Значит И про Ротуары Ротуары Да Все работает Есть дворы Завалены Причем Это точно Коррелирует С управляющими Компаниями И там Которые их обслуживают Причем Ну то есть Здесь Как раз На мой взгляд Влияние жителей Оно В полной мере Могло бы быть Если бы они Проявили Там Активную Гражданскую позицию И поменяли бы Ту управляющую компанию Которая работает плохо Потому что А как вы себе Это представляете Михаил То есть Вот смотрите Вот у меня управляющая Компания Например Все меня устраивало И подъезды они моют И на жалобы реагируют И по каким-то заявкам Приходят достаточно быстро Случается снежная зима И управляющая компания Перестает меня Удовлетворять Своей работой Вот Я посмотрела Соседи тоже недовольны Мы жалобы Обращения писали И они значит На них забили Да Что называется Ну или там Все время какие-то Отписки из разряда Нам некогда Мы не можем Не справляемся Мы не успеваем И прочее Вот Мы раз И поменяли Эту управляющую компанию Гарантии Что мы поменяли ее На лучшую Нет никакой Ну смотрите Это же Самое главное Если раньше В советские времена Нам назначали ЖКО То есть Прописались У нас ЖКО Автоматически появлялось Или как сейчас происходит В Москве Когда ты не можешь Иногда повлиять То у нас ситуация Достаточно другая Это у нас договорные отношения То есть Если Вы ходите В какой-то магазин И вам всегда Все равно нравилось Как пример Продовольственный Но продали вам Извините Порченую рыбу Если это один раз Но перед вами Извинились Деньги вернули Деньги вернули То я предполагаю Что в следующий раз Будете продолжать Ходить в этот магазин Если же вам говорят Это ваша проблема Мы ничего не знаем Это происходит И ситуация ухудшается То здесь безусловно Нужно сделать И как мы это делаем То есть Мы начинаем смотреть Что есть рядом Выбираем Те магазины Которые нас будут устраивать Мы можем ошибиться Безусловно Я процедуру-то себе понимаю Правда она тоже Ведь непростая Там же собрание Надо провести Решение Безусловно Безусловно Процедурные вещи Но на самом деле Если Эти вопросы Они не являются тайной То есть во-первых Они в открытых источниках И в принципе Если дом Хочет поменять Управляющие компании За редким исключением Когда действительно Старая управляющая компания Сопротивляется И вставляет палки в колесах То происходит Процесс очень быстрый Так Вот Но на мой взгляд Мое мнение Потому что я достаточно Много общаюсь с домами Которые хотели бы Точнее Которых не устраивает Управляющая компания К сожалению Если взять там Все дома С которыми я общаюсь За 100% 80% Пожаловались И остались Старой управляющей компании Они говорят Ну да Мы понимаем Спасибо что рассказали Как поменять управляющую компанию Будем жить дальше То есть Нет активных людей Люди не готовы Брать ситуацию В свои руки Вот А я не могу За них это сделать Потому что я не являюсь Собственником жилья И только 20% Могу ошибиться Там плюс-минус Они говорят Да мы готовы Помогите Подскажите Здесь очень все просто А по вашим оценкам Вот из тех 20% Которые меняли Были случаи Когда недовольны были Той управляющей компанией Которую выбрали Я думаю что были И это нормальный процесс Это вот я говорю Как с выбором Главы администрации То есть Если мы ошибемся Один раз То в следующий раз Уже не ошибемся То есть Не факт На примере нашего дома У нас сейчас Третья управляющая компания С того периода Как я стал Стал председателем Совета дома Это за сколько лет Это за последние 6 лет Вот И это не значит Что предыдущие Управляющие компании Были плохие На тот период времени Они нас устраивали Но рынок меняется То есть Меняется условие То есть Управляющая компания Хочет больше денег Нормальный процесс Но жители не готовы Платить Или готовы платить У жителей возникают Другие потребности И текущая управляющая Компания не справляется Я сейчас говорю Может быть кажется Такая идеальная ситуация На самом деле Еще раз говорю Самое главное В голове себе сказать Что управляющая компания Которая обслужит Ваш дом Это управляющая компания Которого вы выбирали Или в свое время Вы ее не выбрали Потому что она досталась Там с советских времен Но вы можете Сейчас ее поменять Если вот это сейчас Изменить То совершенно будет Другая ситуация Потому что вот Буквально в этом году У меня прошло Одно собрание В одном из домов Которое обслуживает ЦКС Это муниципальная компания Где действительно все плохо Они там не справляются С задачей Они это признают Потому что находятся В предбанкованном состоянии Но к сожалению Результата нет Дом говорят Да плохо Будем жаловаться Будем писать Я им подсказал Куда можно обращаться Но менять ничего не будем Потому что не хотим И вот эта ситуация Как раз относится К тем 80 Которые к сожалению Будут жаловаться Будут писать Злой кировчанин Но ничего не хотят Менять И я все таки же рассчитываю Что со временем Эта доля будет меняться И безусловно Повторюсь там В отличии Будет больше активных Собственников Конечно Потому что Почему я выступаю И эту позицию Я никогда не скрываю Почему я выступаю Против монополизации Рынка управляющих компаний Хотя никакого отношения Говорю там Ни в бизнесе Ничего не имею Потому что Вот как раз Когда у нас будет Управляющая компания одна Мы ее никогда не поменяем Если у нас сейчас Управляющих компаний много То я считаю Задача власти Задача активных Общественников И так далее Рассказывать людям Как выбирать Какие критерии Должна определять Управляющая компания И тогда Плохие отойдут Потому что Нужно выбрать Не самую дешевую Управляющую компанию А та управляющая компания Которая устраивает Ваши интересы Для этого нужно Естественно Разобраться Что мы хотим От управляющей компании Повторюсь Договорные отношения Когда мы идем В салон красоты Или к парикмахеру Мы четко хотим И мы понимаем Что иногда лучше заплатить Два раза дороже Но получить суперрезультаты Или же Пойти к ученику За бесплатное И потом Как бы жалеть Ну вот как пример Такая ситуация Ну тут история Просто в том Что к парикмахеру Ты идешь один И управляющую компанию Во всем домом Выбираете И кому-то нужно одно Кому-то другое Кому-то низкая цена С квадратного метра За обслуживание А кому-то Чтобы в подъездах Прибирались А может быть И ремонты делали Какие-то почаще Ну Жилищный кодекс Слово говоря На мой взгляд Один из таких Немногих Наверное Институтов Где принцип демократии Остался То есть Все очень просто Принцип большинства Конечно Принцип большинства Все Как вы относитесь К предложению Губернатора Он в адрес ГЖИ Его направил Ну Составить некий Реестр Как я понимаю Управляющих компаний В котором будет указана Там и штатная численность Сотрудников И как я понимаю Техническая Какие-то Да Вещи Там оснащенность Техникой И всем остальным Вот Эта история С реестром Управляющих компаний Хорошие Плохие Я насколько помню Ну как минимум Год она тянется Еще по-моему Прошлой весной Или позапрошлой Даже весной В городской думе Обсуждалось Что должен быть Составлен этот рейтинг Чтобы жители Когда меняют Управляющую компанию Могли к этому рейтингу Обратиться И посмотреть О, вот это хорошая Управляющая компания А это не очень Ну Во-первых Для тех Кто нас слушает Реестр управляющих компаний С точки зрения Какие дома она обслуживает Кто является собственником И так далее Он уже есть Он есть на сайте ГЖИ Правда Несведущий человек Еще сразу не найдет Он там Достаточно Ну там Небыстро его находится Но кто знает Он есть Ну там только можно Количество домов Посмотреть Конечно Количество домов Там можно посмотреть И кто руководитель Да Кто руководитель Где у них Южический адрес И как давно работает Значит да Как давно работает Значит с точки зрения Там наличия техники Я хочу сказать Что это не является Ну то есть Я читал эту новость Но я считаю Что она точно не является Критерием эффективности Управляющей компании Потому что у наших Муниципальных Управляющих компаний Была техника И мы видим к чему Что это не привело К тому результату К которому мы хотели бы быть Потому что на самом деле История очень простая Она из То есть Эффективность Управляющей компании Не определяется Наричием техники Она не определяется Количеством состава А чем она тогда Определяется Качественное предоставление услуг А как его измерить Людям Которые еще не Ну как бы Не имели отношения Да Смотрите У любой управляющей компании Есть дома Я всегда говорю Правила очень простые К соседям идти просто Да То есть придите к соседям Причем именно придите к соседям Некоторые старше по дому Прямо с обычным соседем Поговорите Не спрашивайте Ну там Поговорите с ними Что им нравится Что им не нравится То есть готовы ли вы Там То есть у вас Должны быть первые Какие-то свои критерии Ну например На примере своего дома У нас были очень простые критерии Дома очень много пенсионеров Один важный критерий Это шаговая доступность Паспорт на стола Все Можно с этим спорить Зачем это нужно Насколько это часто Но это был один из критериев Там критерий Чтобы управляющая компания Была небольшая Для того чтобы Все запросы Не тонули в общем ворохе Ну то есть еще ряд вопросов Я поняла Чтобы не так много домов было Да Идете в другие В дома Которые сейчас обслуживаете Разговариваете с людьми Там И 20 лет Простой пример Приезжаете вы в новый город И вам нужно сделать В новый город Где у вас есть знакомые И вам нужна сделать стрижка Что вы будете делать Вы же не будете открывать каталог И Про звание парикмахерские Говорят У вас есть Сколько стоит А вы хорошо делаете или нет Вы скорее всего Придете к своим знакомым И спросите там Кому ты ходишь Что тебе нравится Что не нравится Возможно даже если У вас нет знакомых Вы придете Там К мастеру Попросите у него Какие-то контакты Там Не парикмахер Хорошо Там Более широкая вещь Это Ремонт квартиры Вы точно не пойдете В любую Если у вас Как бы здравое рассуждение Вы не будете кидаться В первую попавшуюся компанию Вы скорее всего спросите У них список объектов Мы будем выбирать И так и есть Понятно что работа Очень непростая Вот это первое Второе Рейтинг он будет Одномоментный То есть допустим Мы даже проведем Эту гигантскую работу Потому что у нас Порядка уже там 100 управляющих компаний И покажем Сделать какой-то реестр Через месяц он устареет Потому что Поменяет ситуация Там Изменился директор Ситуация изменилась Ушел главный инженер Ситуация поменялась То есть Этот рейтинг Для того чтобы его вести Должна быть такая колоссальная работа Что практически На мой взгляд Это невыполнимо И здесь Рынок Цивилизованный рынок Он точно расставит Все точки над ним Проблема номер один Которую я вижу Еще раз повторюсь Этот рынок Сейчас односторонний То есть управляющие компании Понимают Свои права и обязанности А 80% жителей Не хочу никого обидеть Это мое Экспертное точка зрения Не понимает Что требовать И что должна делать Управляющая компания И вот Пока этих 80% Не останется там 10-20 Тогда рынок будет такой Как только он станет Он будет другой Мы все помним историю Когда там В Кирове была История на рынке Недвижимости Когда там Так называемые Черные риэлторы И так далее Сейчас вопрос ведь другой Сейчас уже нет Этих фирм Потому что все понимают Что идти В компанию Риэлторскую Которая там Предлагает За бесплатно Свои услуги Ну что-то не то Или по ценам Ниже рынка То есть люди Вот этот рынок Устаканится Я думаю В управляющей компании Устаканится Здесь задача Наверное власти Помогать людям Знать свои права И обязанности Потому что многие люди Не понимают Как сменить Управляющую компанию Я считаю Что вот задача ГЖИ И у них была В свое время Такая даже история Они делали обучение Они встречались С активными жителями И рассказывали Не из серии Какая лучше Как сделать Выбрать Что должна делать Управляющая компания А что она делать Не должна И каким образом Жильцы могут влиять На эту ситуацию Вот еще вопрос Вы сказали Во-первых Вы против Монополизации рынка Во-вторых Что для вас В свое время Критерием было Выбор управляющей компании Ее как бы Небольшой размер Так скажем Жители так попросили Малое количество домов Которые находятся В обслуживании Как вы относитесь К истории С муниципальными Управляющими компаниями Крупными управляющими компаниями Вот этими Которые у нас сейчас есть Ну то есть С одной стороны Вроде бы Это большая структура Есть муниципальное участие То есть По логике Обычный обыватель Как рассуждает Как-то можно Надавить на этих людей Через город Раз город тут Во владельцах Значит можно через город Как-то там Решить свои проблемы Быстрее Чем просто с бизнесом Потом плюсом Значит Наверное Есть какие-то ресурсы Та же самая техника Еще что-то Вот так рассуждает обыватель А вы говорите Маленькая Я Ну Я в своем контексте Сказал Я не против Больших управляющих компаний Более того Я считаю Что с точки зрения Жителей В ряде В большинстве случаев Большая управляющая компания Будет стоить им дешевле Потому что Как минимум Их штатная численность Будет размазана По большему количеству домов Вот Но с точки зрения Если говорить Про муниципальные управляющие компании У них действительно сотни домов И это проблема Потому что сейчас уже У Калининского района Там уже Объявило о том Что у них отозвана лицензия И сотни домов Сейчас точно не могу сказать Но это точно сотни домов Перейдут в другую управляющую компанию Если не выберут Другое Иное А в другую Это в смысле В единую В единую Скорее всего И ЦКС вы еще упоминали Да Ну ЦКС тоже В предбанкротном состоянии То есть Точнее Это в законе проговорено Что если В определенный период времени Дом не Не выбирает То ему назначает То ему назначает Какую назначать Не обязательно Это будет муниципально У нас в свое время Достаточно много Домов перешло В не муниципальную Управляющую компанию Не буду ее называть Про которые были претензии Как раз там По улице Ердякова Романа И эти дома Перешли из домов Акора Это не всегда Муниципальная управляющая компания Но это определяет Определенная комиссия Там при администрации Вот Но что касается Если вернуться К муниципальным управляющим Кому конечно Конечно беда Потому что Я считаю Что здесь Однозначно вопрос В качестве управления С одной стороны С другой стороны Действительно Жилой фонд Который им достается Он точно Не всегда интересен Для коммерческих Управляющих компаний Но здесь опять же Необходима Более глубокая работа Потому что Если говорить Про свой округ Вот У нас После Скажем так Последнее время Достаточно много домов Это значит Не один Не два Их было десятки Про последнее время Я сейчас говорю Период там Год полтора Дома уходили Из муниципальных Управляющих компаний В коммерческие С более высоким тарифом И это Был осознанный выбор Жильцов Они понимали Что лучше Заплатить чуть подороже Но качество Будет другое Если прийти На эти дома И спросить Что-то изменилось Они говорят Как правило Все одно и то же Хотя бы Что-то стали делать Там конечно Ну Это из серии Когда Предыдущие Ничего не делали Здесь стали делать Безусловно Дом не стал Пока конфеткой Потому что Что было понятно Я сейчас говорю Про дома Это 50-х построек Двухэтажные Там барачного Ну Такого Не совсем барачного Но раньше Они были действительно Коммунальные Такие квартиры И дома уходят И это здорово То есть Это значит Что жильцы Понимают Что только Они могут Что-то изменить А ситуация С муниципальной Управляющей компанией Это конечно Беда Мы на последней Комиссии По ЖКХ Заслушивали Представителей Ленинской Управляющей Компании И ЦКС Вот Ну Перспективы Нерадужные То есть И Надеюсь С одной стороны Что единая Управляющая Компания Новая Она что-то изменит Но Опять же Председатель Комиссии Поднял вопрос Вообще Насколько он Компетентен Мы сейчас говорим Денис Хирухин Да А говорим мы Про Тарасова Про Тарасова Да Потому что Вопросы есть И я думаю Что сейчас Не будем Забегать вперед Но про Там Насколько Все Сейчас даже Управляющая Компания Уже Работает У нее Уже Есть Дома Насколько Все Там Двигается В правом Поле Ну Ситуацию Посмотрим Жильцам Рекомендую Безусловно Ну Разобраться Этим вопросом Потому что Там У нас Точно Нет Крепостного Права И Если Они Перейдут На Управляющей Компании С этим Согласны Должно Быть То есть Если Они Не Перейдут Ну Это Тоже Должно Быть Их решение Михаил Ковязин Депутат Кировской Городской Думы В нашей Студе Мы Продолжаем Еще Одна Там Важная Городская Тема Ну Она И областная Конечно Тоже Но Прежде всего Наверное Кирова Касается Эта История С Регламентированием Взаимоотношений Жителей И животных Так Скажем То То Новое Постановление Которое У нас Уже Вступило В силу Постановление О кошках И собаках Оно Предписывает Нам Много Всего Регулирует И количество Животных В квартире И Взаимоотношения Владельцев Животных С соседями И тот факт Что надо Вообще Животные Регистрировать Где-то И прививать И историю С прогулками Этих Животных Прежде всего Собаки Конечно В иглу Обязывает Владельца Как бы Ходить Не знаю С пакетиком С мешочком С чем еще Собирать Это все И куда-то Потом Уносить И вот И я так понимаю Что выгул-то должен быть Тоже на специализированных Каких-то площадках Которых в городе Нет Зачем принимать документ Который Вот априори Не будет работать Ну Именно поэтому Он в принципе В отличие Например от того же Мусорного Мусорная ситуация Которая у нас была В январе Там достаточно Быстро Реакция прошла По федеральным СМИ Там И Депутаты Государственной думы Отреагировали И сделали запросы Потому что С одной стороны С точки зрения Регулирования Этого процесса Приведения В правовые нормы Движение Понятное И отчасти Правильное Но просто Как это сделано Потому что На самом деле Моё точка зрения Во-первых Там Я ещё раз Сегодня с утра Почитал это постановление Ряд Тех позиций Которые там есть Они уже Отрегулированы В федеральном законе Раз Значит В правилах Благоустройства Муниципального образования Город Киров Два То есть По сути дела Уже сейчас Нам говорили Что всё это Вообще-то уже было Уже сейчас нельзя Гулять На детских Спортивных И иных площадках Там Не знаю Попытка это собрать В один и целом Но люди Что увидели Во-первых Все увидели Нормы Которые есть И которых Действительно Раньше не было Это по содержанию По площади По площади Которая сейчас есть И это действительно Возникает Достаточно много вопросов Потому что А что будет Случай Когда Этот факт Обнаружится Значит И Хозяева скажут Ну окей У меня не проходит Там Пять кошек на улицу Потому что Там речь идёт Про приюты Которых нет У нас В области Ни одного Как бы Про муниципальные Про муниципальные Или государственные Да Следовательно Ну частный возьмёт Возьмёт Нет Ну эти люди Почему и экологи И зоозащитники Бьют тревогу Потому что Если прямо сейчас Идти по букве закона То К сожалению Количество бездомных животных На мой взгляд Увеличится Это раз Во-вторых Там Делать постановление Которое будет сложно регулировать Это два Кто пойдёт Кто будет контролировать Кто считать Там безусловно Там позиция Отражена Значит Кто этим должен заниматься Но мы видим Что и сейчас Эти моменты Идут Носят точный характер Потому что После того Как вышло постановление Прошла информация Что прошла Выездная проверка Значит На северной набережной И сколько-то человек Там Наложили административное взыскание Там ещё что То есть Скорее всего У тех Кто с собаками гулял Скорее всего У кого-то не было Там намордника И так далее Потому что На самом деле Я безусловно понимаю Повторюсь Те вещи Которые там прописаны Они правильные Но Стоило ли ради этого Прикладывать столько усилий Чтобы выпустить постановление Которое Ну Недостаточно Сырое Потому что Безусловно Повторюсь Там Вопросов Которые После них возникло Их стало ещё больше Потому что Недостаточно Городного думаю, Михаил Ковязин в нашей студии. О кошках и собаках мы говорим, да? История с парками, прогулками и сбором, экскременты это называется, да? Совочек, метелочка, пакетик. Мы это берем. Куда мы это несем? Ну, во-первых, то, что это надо убирать, однозначно, да. Это правда? Вопросов даже нет. Значит, вопросов действительно вы правильно задали. Инфраструктуры-то нет, куда убирать? Куда мы несем? Потому что с точки зрения закона, значит, в те, значит... Обычные урны это нельзя. Урны, да, нельзя, потому что это не является твердым коммунальным отходами. Следовательно, нужно нести домой, как бы. Или должны быть другие контейнеры. Вот, опять же, если мы берем пример Запада, то на Западе есть специализированные контейнеры. Опять же, не просто во всех точках города в местах выгула собак. Там это есть, пожалуйста, туда, как говорится, убери. Да там, небось, еще и висят эти штучки, где можно пакетик взять. Пакетики, конечно, да. У нас есть, на самом деле, частные места выгула. Инициативы, да. У ряда крупных застройщиков, опять же, все понимают, ну, кто живет, понимает. То есть, есть огороженные места, есть бесплатные пакеты, есть куда утилизировать. В случае сейчас, как бы, ну, к сожалению, чтобы не нарушать закона, ты этот пакетик берешь и несешь домой. И дома утилизируешь уже, как говорится, тоже не в мусор, а... Ну, понятно, в канализацию. В канализацию, да. Вот такая история, потому что по-другому никак. Тогда ты... Ну, и какое количество владельцев собак готовы это делать? Носить с собой в карабанике? Конечно же нет. Вот. Поэтому я и говорю, что здесь ситуация... Ну, нужно сначала создать инфраструктуру, а потом уже под нее подстраивать те правила. Потому что сейчас это выглядит следующим образом, что кто-то захотел показаться достаточно европейским и продвинутым. Повторюсь, это моя личная точка зрения. Вот. Сделали такое постановление, но не учли реалии жизни. Вот реалии жизни, они совершенно другие. Это то же самое, что сейчас принять, не знаю, закон, что, значит, ну, не знаю, там, что-то другое, которое точно не подпадает под... Ну, чтобы все окна у нас в домах были пластиковые, как пример. Или деревянные. Или деревянные, да. Потому что экологические. То есть, но не учитывая реалии, которые сейчас есть. Потому что, на самом деле, почему и там федеральные... Ну, там, депутаты Государственной Думы выступили. В том числе, насколько я помню, значит, это... И руководители Комитета по экологии. Потому что они усмотрели, что есть ряд позиций, которые нарушают федеральное законодательство. Я надеюсь, прокуратура даст свой вердикт. И мы эту тему как-то закроем. Ну, хотя бы понимаем, в какую сторону двигаться. Потому что, безусловно, там и я, видя, сколько людей гуляют с собаками, там, и владеют, там, другими домашними животными, понимаю, что эту проблему нужно решать на уровне города. Потому что люди платят налоги. Значит, и должны за это что-то получать. И, опять же, те сборы, которые будут люди платить, там, я так предполагаю, регистрация, но предполагает какую-то госпошлину. Хотя об этом там отражено очень, там, со ссылкой, что установлены законом порядки, там, иди сам разбирайся, как бы, сколько ты должен заплатить. Вот. То, безусловно, там, они должны попасть на какую-то инструктуру, что достаточно вопрос. Потому что я, опять же, не против чипирования животных, потому что, действительно, это, ну, цивилизованный метод, но, опять же, мы не создали другие условия, которые для этого необходимы. Шесть минут, Михаил, у нас остается до конца программы. Я бы хотела еще поговорить с вами о многих темах, но, к сожалению, успеем совсем немного. Во-первых, по регламенту Думы мы можем поговорить с вами. История с пятиминутками депутатскими. Что там происходит? С одной стороны, вроде, говорится, что это здорово, а с другой стороны, вроде, у депутатов что-то отобрали, дооборот. Да. Ну, здесь я, наверное, время у нас сегодня, наверное, и съесться, потому что здесь у меня есть четкая позиция. Значит, у нас раньше была в регламенте Думы прописано, что каждый депутат, независимо от своей партийной, фракционной принадлежности, может в разном до пяти минут выступать. Любой? Любой. Это, причем, но сообщение носит информационный характер, там, по нему не принимаются какие-то решения, но это был как раз тот инструмент для того, чтобы можно было донести какую-то информацию, которая действительно пока или недостаточно проработана, чтобы ее выносить на решение, вот, или носит информационный характер. Что предлагается в новой редакции, с чем я на комиссии об этом заявил, крайне не согласен, но, к сожалению, значит, большинство было принято другое решение. Это убирается и остается только выступление в формате фракции. То есть в каждой фракции пять минут? Увеличили до пятнадцати, потому что оппозиция достаточно сильно смешало. Но мне даже пятнадцать минут не устраивает. Почему? Потому что сейчас Кировская городская дума представлена только депутатами от фракции. Но в законе вообще у нас, возможно, будет какой-то самовыдвиженец. Я на это вообще надеюсь, что в двадцать втором году у нас будут самовыдвиженцы. И получается, действующий регламент, он точно не будет подпадать, то есть под эти условия. Потому что, если я самовыдвиженец, я не член никакой фракции, я выступать не могу. И на мои комментарии коллеги мне сказали, ну будет самовыдвиженец, изменим. Ну то есть, понимаете, делать регламент под текущей ситуацией, это в корне неверно. И поэтому все остальные позиции еще можно там было обсуждать. Я с ним в большинстве случаев согласен, но я категорически не согласен по этому фундаментальному, на мой взгляд, вопросу. Не надо привязываться к фракциям, потому что сейчас так, время меняется, и зачем менять. Поэтому я считаю, что изначально было действительно на фракции 5 минут, это критически мало, потому что есть фракции из одного человека, есть фракции из 20 человек. И на все фракции 20, на 20 человек 5 минут, я про нашу скажу, у нас было 9, у нас сейчас 9 депутатов, если бы осталось 5 минут, это, в принципе, по 30 секунд на человека. Это вообще не выговорится, только можно там представиться, называется так. Поэтому за счет того, что было достаточно много несуразности, увеличить до 15 минут, но опять же, я здесь считаю, что главное слово фракция, и вот оно убивает всю эту идею, потому что мы лишаем потенциального права высказываться людям, которые не состоят в невыной фракции. Понятно. Ну и время, конечно, ограничено, да, то есть надо будет постоянно договариваться, какая тема важнее, придется депутатам выбирать, да, кто из них выступает. Остается у нас 2 минуты, я не знаю, успеем мы или не успеем к вашему отчету обратиться депутатскому. Есть там что-то важное такое, вот самое главное, что вы считаете, и сделанного вами? Ну, наверное, тут 2 минуты не хватит, я единственное всех призываю, там, зайти на мою страничку, посмотреть ВКонтакте, значит, Михаил Ковязин. Зачем вы его написали, скажите, вот на это хватит 2 минут? Да, я считаю, что крайне важно, во-первых, закон регламентирует отчет, но мы его уже сделали, я его сдал, значит, он немножко в другом форме, но я считаю, что вот этот формат отчета, он показывает для людей... Он по темам, я бы так сказал, потому что он показывает, на самом деле, в чем депутат имеет, то есть в чем депутат помогает жителям, а в чем, на самом деле, не является его функциональной обязанностью, но я считаю, что консультационно я тоже помогаю. И я обозначил те темы, которые получилось сделать, над которыми работаю, и которые не получилось, к сожалению. Поэтому я считаю, что вот этот отчет должен вызвать вопросы, мне после его публикации люди начинают задавать. Вопросы это здорово, потому что если депутат ушел от избирателей, ну, это самая главная ошибка, и даже вопрос не про перевыборы, а то, что он... Самое главное, что он должен сделать, это представлять интересы своего округа, 20 тысяч человек, и их отстаивать. Поэтому отчет, это, по сути дела, некая обратная связь, что вот что я сделал, не устраивать, давайте задавать вопросы, встречаться, будем делать лучше. Ну, и на основании этого отчета может, наверное, любой ваш коллега по городской Думе сделать что-то такое. Это вот такая образовательная история. Нет? Нет, я думаю, что тут у каждого... У нас есть форма Думы, есть форма отчетности, но мы ее сдаем с сентября по сентябрь. Я считаю, это неверно. Почему с сентября по сентябрь? Потому что это отчетный период. Вот я сдаю за календарный год, он точно отличается от того, хотя, понятно, общие темы. Но я его немножко делаю шире. То есть я здесь обозначаю вопросы, которые могли бы мы вместе с жителями решить. Вот. И что у нас должно получаться, что нет. Вот, наверное, в этом... А у каждого депутата, наверное, свой формат этой отчетности. Своя форма работы, да? Потому что я говорил и повторюсь, там, для меня там нету задачи проводить там одну встречу в месяц. Я провожу в разы больше встреч, но они проходят в онлайн формате в том числе, потому что это не связано даже с коронавирусом. Так у того, и быстрее. Да. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы, был сегодня в особом мнении. Михаил, спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.